Здравствуйте! Поскольку я уже достаточно давно не рассказывал про приставки от компании Sega, то сегодня я это дело исправлю и расскажу об еще одной приставке 5-го поколения Sega Saturn. Давайте начнем! Sega Saturn. Это 32-битная игровая приставка 5-го поколения от компании Sega. Впервые она поступила в продажу 22 ноября 1994 года в Японии, 27 апреля 1995 года в США, 11 мая в Канаде и 8 июля в Европе. Также является конкурентом PlayStation 1 и Nintendo 64. История приставки Saturn начинается еще в начале 90-х годов, а если быть конкретнее, то в 92-м году. В то время кодовое название приставки было Giga Drive, по аналогии с Mega Drive. Скажем так, это подразумевало переход к следующему, более новому и мощному поколению приставок. Приставка разрабатывалась в течение 92-го и 93-го года, в ответ Panasonic 3DO, и разумеется, Giga Drive должна была быть мощнее, чем ее конкурент. Первые образцы приставки, ну или прототипы, были доступны уже в том же 93-м году, и тогда же было принято сменить название на более привычное нам Sega Saturn. Изначально приставка планировалась как полностью двухмерная, но с некоторыми трехмерными возможностями. Тогда еще новичок на игровом рынке, компания Sony, в ноябре 1993 года заявляет о том, что она скоро создает свою игровую приставку. Эти причины заставили Sega подкорректировать технические возможности своей приставки, чтобы она смогла стать более мощной приставкой, ну и самое главное, чтобы она смогла конкурировать с PlayStation 1. Хаяо Накаяма, после анонсирования технических характеристик PlayStation 1, решил, что Saturn нужно сделать более адаптированной к трехмерным играм. В итоге, Sega использовала трехмерные и двухмерные возможности своей приставки, что стало настоящей бедой для программистов. Немногие могли на полную мощь использовать все возможности Saturn ввиду очень сложного программирования под два процессора, коими обладала консоль. Поэтому большинство игр, выходивших на ней, не используют все возможности приставки, которые у нее есть. Saturn поступил в продажу в Японии 22 ноября 1994 года и стоило почти 500 долларов. Спустя полторы недели выходит PlayStation 1. И уже тут, в течение полугода, приставки успешно конкурировали друг с другом. Но из-за недостатка программного обеспечения, Saturn начала сдавать свои позиции. Тогда Sega прекрасно понимала, что в Японии борьбу с Sony она может проиграть. Поэтому Sega решила сделать ход конем. И аж оражив всех, представила свою приставку на выставке E3 в США. Там же Sony показала и свою приставку, по цене 299 долларов, ну или 300 долларов. Но все равно, для Sega это было очень мало. Игровой базы у Saturn почти не было, а ввиду явной спешки был сделан только один хит, и это легендарный Fighting Virtua Fighter. Некоторым разработчикам даже не понравилось такое поведение со стороны Sega. И они оставили свои разработки под эту приставку, что разумеется не могло не сказаться на количестве хороших игр. Приставка продержалась до 2000 года. По крайней мере это было в Японии. В США она прекратила поддержку раньше, в 98. Но тем не менее, приставка продалась тиражом более 9,5 миллионов копий. Это на самом деле немалый показатель. Хотя если сравнивать с продажами PlayStation 1 и Nintendo 64, то тут становится все понятно. А что понятно? Да то, что PlayStation 1 рвет всех по продажам. Ибо играм тоже. Это я просто ради забавы и небольшой ностальгии решил вставить одну из реклам Sega Saturn. Причем это была не единственная реклама в своем роде. Такой рекламы было очень много в то время. Если я, кого-то из вас заинтересовал этой рекламой и вы хотите посмотреть еще, то можете найти на YouTube. Там это и есть. Про модели мало что можно сказать. Они отличались только цветом. Была модель черного цвета, белого и серого. Были первые прототипы, но я про них уже рассказал и вам показал. Вы сами все это видели. Но есть и не выпущенная модель, называется она Sega Pluto. Это та же Sega Saturn, но со встроенным Netlink. Подробно в этом ролике я про нее рассказывать не буду. Ибо до меня это сделали уже куча людей. Ах да, чуть не забыл. Приставка также выпускалась в Бразилии и Южной Корее. Только если в Бразилии приставку поставляла компания TechToy, то в Южной Корее Samsung. Там она называлась Samsung Saturn. Преимущества и недостатки тоже есть. Первое преимущество заключалось в том, что это была уже 32-битная игровая приставка от компании Sega. То есть она относилась к пятому поколению. Второе заключалось в том, что приставка работала с играми как на картриджах, так и на дисках. И третье это неплохая библиотека игр. По поводу недостатков. Я выделил только один из них. И если вы знаете больше недостатков, то напишите пожалуйста в комментариях, не будьте молчаливыми. Просто я лично недостатков каких-то других не нашел. И вы сейчас возможно у меня спросите, а в чем заключается первый недостаток твой, который ты выделил сам? Вы не поверите, но недостаток заключается в одном из геймпадов Sega Saturn, который выглядит вот так. Конечно, приставка поставлялась и с такими вот геймпадами, которые были на самом деле удобными. Про них я ничего сказать не могу. Но я так и не понял, для кого они выпустили эту громадину, она же неудобная. Помните восьмой выпуск из 2019 года про Xbox Original? Так вот там я говорил о том, что там тоже есть свой неудобный геймпад и это дюк. Так вот, забудьте, геймпад Sega Saturn еще хуже. Вот такой недостаток. А если вы знаете больше недостатков, то напишите пожалуйста. Технические характеристики Sega Saturn были следующие. Два процессора от компании Hitachi, Super H2 7604, которые работали на частоте 28 МГц и имели все ту же архитектуру RISC. В каждом из них имеется кэш-памят на 4 килобайта, из которых два может быть использована как непосредственно адресуемая ОЗУ. Видеопроцессоры VTB1 и VTB2 собственной разработки, у которых частота зависела от региона. Например, NTSC имела частоту 7 МГц, а PAL – 6. Звуковой контроллер, который имеет частоту 11 МГц, называется Motorola 68EC-300. А звуковым DSP-процессором Yamaha FH1 является Sega Custom Sound Processor на частоте 22,5 МГц. Память. 1 МБ синхронно-динамической памяти и 1 МБ обычной динамической памяти. Объединенная с синхронно-динамической памятью для получения 2 МБ ЗУ. То есть это говорит о том, что в приставке используется 2 МБ оперативной памяти, видеопамяти 1,5 МБ, 512 КБ системного ПЗУ, то есть внутренней памяти. Ну и носителем информации являются диски и картриджи. Вот так. Библиотека Sega Saturn была неплохой, однако изначально все было по-другому. Дело в том, что первая подборка была маленькой и не оправдала ожиданий. Даже тот же хваленый Virtua Fighter, который был исполнен в 3D, был ужасен. Но позже разработчики собрались и выдали очень много интересных хитов. И благодаря этому приставка была спасена. Из интересных проектов можно выделить... Нет, не вот эти вот японские проекты, анимешные. Бери ты кого-то, б**ть! Чем уж это вырезать, б**ть! А такие как Mortal Kombat, Resident Evil, Rayman, Tomb Raider, Sega Rally, Sonic 3D Blast, Warcraft, Sonic Jam, Need for Speed, Doom, Quake, Road Rush, Duke Nukem 3D и Night in the Dreams. Самая крайняя игра, кстати, для меня показалась интересной. И дело даже тут не в том, что ее разрабатывала Sonic Team. И дело даже не в том, что здесь есть Sonic. А интерес заключался в том, что это был первый трехмерный проект от компании Sonic Team. Здесь интересный геймплей, сюжет и возможно я когда-нибудь в эту игру сыграю. Да что уж там, я после этого видео могу и сейчас поиграть. А потом, если вы конечно этого хотите, сделать обзор на другом канале Zodrotix. Ссылка будет в подсказках. Ну а сейчас я вам продемонстрирую небольшую подборку игр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок